С какой темой чаще всего обращаются женщины? Где мужики? Ну, вернее, не где они, а где их взять? Часто бывает то, что девушки не знают, чего хотят? Рекламу мы делаем так. Пошло! Сколько денег было потрачено вот именно на запуск? Чуть ли не две или три тысячи. Сколько стоит общение с вами? По-моему, 290 тысяч. Друзья, всем привет! С вами снова мы, я Федор Спиридонов и Илья Терновой. Мы молодые начинающие предприниматели в сфере онлайн-образования. И, конечно же, вместе с вами мы постигаем азы ведения бизнеса в этом направлении. Сегодня у нас в гостях Ирина Мирошниченко. Человек, который является и экспертом, и продюсером в онлайн-образовании. Ее ниша – это женская психология, помощь женщинам, себелюбие. В общем, все, что связано с отношениями мужчин и женщин. И досмотрите, пожалуйста, это видео до конца, потому что не только женская аудитория, но и мужчины получат несколько полезных советов. А еще, как всегда, у нас приятные бонусы. Подарки для самых шустрых, быстрых, креативных. В общем, ребята, для тех, кто хочет получить бонусы и много полезностей от нашего выпуска. Поехали! Ирина, здравствуйте! Да, здравствуйте! У нас уже веселое общение сложилось. Да, очень приятно видеть вас в студии. Посмеялись уже, немного пообщались. Хотелось бы, конечно, сейчас и для зрителей тоже рассказать все эти истории, о которых мы до этого рассказывали. Расскажите, пожалуйста, ваш путь до онлайн-образования. Кто вы, что вы, чем занимались и как все это сложилось? Я думаю, что мне повезло. Ну, мне правда повезло, поскольку я не выбирала профессию, профессия выбрала меня. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Еще будучи в институте, пришла в тренинговый зал. Ну, тогда эти тренинги не назывались, это был молодежный клуб, общение, ну и все. И с тех пор я стала тренером. Изначально это были тренинги бизнесовые, коммуникация, продажа и так далее. Потом жизнь заставила перейти в женскую тему. Для себя было важно выяснить, как из танка стать тем, кого мужчины сначала не боятся, а потом еще хорошо бы и любят. Ну и дальше уже в этой теме и осталось. В общем-то, последние 15 лет я веду тренинги в России, в Украине, в Казахстане, связанные с общением мужчин и женщины. Умением женщины не растворяться в социальной жизни и не становиться там человеком и танком, а быть женщиной. Танк – это человек, который просто берет весь удар на себя и все жизненные тяготы и трудности, да? Да, если бы просто на себя, он еще и от себя много ударов дает. Ну, танк – проезжает своими гусеницами. Да, да, да. Давит все. Интересно. То есть, получается, а у вас образование психолога есть? По-первыхому образование я социолог, преподаватель гуманитарных наук, ну, собственно, факультет психологии, а второй уже психолог, ведущий тренингов. Вообще, я фанатик своей профессии, поэтому я даже не знаю, как сказать. Если открыть список всего, где меня только не носило, на каких тренингах. Ну, давайте расскажем, на каких вас носило тренингах все-таки. Интересно просто, какая может быть вам тема ближе по душе, потому что нам интересно все-таки по крупицам собрать ваш образ нашего гостя. Инди, с какой темой чаще всего к вам обращаются? Это уже второй вопрос. Ближе всего тема мне поведенческой психологии. Не учу, там, кружиться по часовой, против часовой стрелки, там, прощать прабабушек или, там, я не знаю, на каком свидании правильно целоваться так, чтобы на всю жизнь. Я учу коммуникациям. Коммуникациям делаешь раз, делаешь два, делаешь три. Ну, либо организации своей жизни. Вот поведенческая психология, идея какая? Тебе что-то не нравится в жизни, ты меняешь свое поведение. Результаты меняются, все. То есть, никакой мистики, ничего естественного. Для меня психология это такая, что-то наподобие математики, очень точная наука. То есть, есть поведение, есть результат. У нас есть определенные механизмы поведения и восприятия. И ты считываешь эти коды и, получается, выстраиваешь на базе этого свое отношение к человеку. Ну, в общем-то, я учусь считывать эти коды. И, что более для меня важно, я учу простраивать эти коды в себе. Но это нужна сила воли, получается, да, человеку, чтобы привить такую привычку, скажем, да? Вот здесь уже начинается мужская и женская психология. В мужском варианте это сила воли, в женском варианте это очень, как сказать, вкусное простроение образа будущего. То есть, для мужчины сложнее, не скажу, что невозможно, но сложнее простроить вот такой прям красивенький образ. Влюбиться и идти туда, да? А для женщины сложнее, не видя образа, ну, количеством повторений через усилие воли себе вжить какую-то привычку. Поэтому я работаю по женской схеме. Мы сначала себе представляем, как это классно, да? Ну, как это может быть, прям простраиваем образ. А потом, в принципе, если женщина это сделала правильно, ее не остановить. Силы воли не надо, да? Это делается на некотором эмоциональном подъеме из разряда, ну, влюбиться, да, во что-то и дальше уже ничего не страшно. Ну, в образ не обязательно мужчины, мы имеем в виду, а скорее в образ желаемого, да, чего-то, образа жизни. А если, опять же, вот то, чего я придерживаюсь, да, самая соблазнительная женщина – это влюбленная женщина. Чтобы она была влюбленная, но независимая, да, то есть свободная, то ей как раз нужно простроить образ себя в будущем, в себя влюбиться. И вот тогда она, ну, такая, в хорошем смысле со звездой, с изюминкой, все с чем-то. У нее очень классное отношение с собой. У меня, ну, вот, в принципе, то, что я делаю онлайн, называется «Школа себя-любия». Один из девизов, да, это «Полюби себя, покажи пример другим», да? Мультик был такой про чертенка. Да-да-да. «Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех». Вот из разряда. Да. Вот, ну, вот то, чем я занимаюсь. У меня такой вопрос. Женская аудитория, понятно, да, у девочек есть проблемы, они не знают, как с ними, там, бороться и решать их. Мужчины, были ли там когда-то тренинги с мужчинами? И как часто мужчины вообще тоже нуждаются в какой-то поддержке, помощи, разборе, ситуации? Тренинги не провожу. В последнее время мужчин стало больше, потому что, наверное, лет пять назад еще это, ну, это стыдно, да, фу, идти к тренеру, вернее, к тренеру, а к психологу, еще и к женщине, еще и по женским темам. К сожалению, мужчины приходят в девяносто девяти, наверное, процентах случаев, когда уже, ну, условно говоря, поздно. А когда поздно? Поздно, когда женщина ушла. Многие приходят с запросом из разряда, ну, все, здесь уже все, да, чаще всего женщины уходят к кому-то, да, ну, если она активная. А как мне не повторить таких ошибок? И, ну, вот самое обидное, то, что когда мы начинаем разбирать, в чем ошибка, ошибка в таких банальностях, да, ну, в том, что, там, заработался, задумался, давно не уделял внимания. Или давно посадил себе ее на шею, не воспитывал ее, да, то есть, ну, на место не ставил. Это вот поведенческие привычки, которые, ну, убивают отношения. Мужчины, мотайте на ус, даже если у вас усы не растут. Очнитесь. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Какой темой чаще всего обращаются женщины? Обращаются с одной, по итогу работаем с другой. Ага, то есть это путем разговоров? Да, ну, самая классическая тема, прям самая такая, наверное, изговорящая. И самая, наверное, неправильная тема – это где мужики? Ну, вернее, не где мужики, а где качественные мужики. Вернее, не где они, а где их взять. Пока себя не простроишь, ну, собственно, без разницы, где они и как они, да. И идет большой объем работы с тем, собственно, а что я хочу, кто я такая и чего я хочу. Часно бывает, что девушки не знают, чего хотят? В 90% случаев. Ну, и мужчины тоже, наверное, да? Мужчинам все-таки с этим легче. Если женщина не знает, чего она хочет, она в такую раскорячку встанет, чтобы ничего не делать. Начиная от того, что у нее голова болит, заканчивая тем, что она так организует свою жизнь, что у нее полный загруз, ей некогда там заниматься, ну, то ли личной жизнью, то ли бизнесом. У мужчины все в этом плане проще. Он просто может себе дать там обещание или вот как большинство сейчас бизнесов построено, на вызов себя взять, да, на слабо, там, кому-то что-то пообещать и просто делать. И в процессе делания загореться. Женщина в процессе делания без идеи, для чего ей это нужно, она выгорает. Ну, то есть она, то, с чем тоже ко мне приходит, не так часто, это когда женщина успешная, собрала волю и все остальное в кулак, всего достигла, а внутри, ну, собственно, ничего не радует вообще, ну, то есть там пепелище, да? Не то, что выгорание, там пепелище. И мы учимся замедляться, обращать внимание на себя и так далее. То есть она останется человеком, она может быть активной личностью, карьеристом, но не женщиной. То есть это, получается, ваша школа не только для девушек, которые сидят дома вот так вот, сложат руки, плачут там на диване, пьют винишко, заедают мороженое, смотрят сериалы, а скорее, возможно, даже для успешных, тех, кто затыкает дыры какой-то деятельностью полезной. Я бы сказала, для сильных человеков. Для сильных человеков. Которые хотят быть, да, которые хотят быть, вдруг вспомнили, что они женщины и хотят быть счастливыми. У меня довольно-таки много аудитории, это успешные, управляющие крупными компаниями. Ну, как правило, именно такие имеют проблемы, там, в личной жизни, например, или там еще какие-то такие дела. Ну, причем они-то поначалу не признают, что это проблемы. Вот они могут приходить либо с запросом, что, а мужиков-то нет, либо все они какие-то как-то измельчают. Все плохие, там, да. У меня буквально вчера был мастер-класс, как бы, с тремя замечательными девчонками, ну, как девчонками 40+, у каждой есть там своя компания. И все начинается, опять же, с того, что, а мужиков-то нет, закончилось тем, что, почему же нет, вот они, мужики, сидим здесь, и очень даже ничего, да. Ну, то есть, вот так вот. Да, да. Как произошло знакомство с акселератором? Я не знаю, замужем, наверное, лет 6, ребенку вот скоро будет 4 года. До этого времени для меня, если я в месяц, у меня было меньше 8 перелетов, мне было скучненько. Ну, 8 перелетов между тренингами. Если в день перелета у меня не было тренинга, мне было, ну, как бы, бездельничать, да. Сейчас появилась очень большая другая часть жизни, она физически занимает много времени, и силы, внимания, и желания. Это семья. Поэтому стал вопрос о том, что, как сделать какие-то процессы автоматизированными. Изначально у меня вообще не было идеи, вот прям онлайн-школы, у меня была идея каких-нибудь видеокурсов. И мне понравилась эта идея. Ну, мне понравилась идея, в принципе, ребят, то, что они позиционировали, и продолжают, в принципе, позиционировать. Строить бизнес с одной стороны с душой, с другой стороны профессионально. Ну, как бы, вот это про меня. Когда вы сделали свою онлайн-школу? Первую школу, как я говорю, я ее сделала с перепугу, я ее сделала, получается, в мае мы начали, ну, начался мой поток Акселя, и он первый месяц заканчивается битвой предпринимателей, да. По-моему, за неделю я все это склепала. Первый поток, он был успешный, по-моему, человек 30 на поток пришло, ну, по итогу, да, было участником у меня в школе. Был чек, по-моему, второй или третий, вот, во всей битве по доходности. Но первая школа у меня была в основном, конечно, из моих старых, старой аудитории. То, что сейчас я дотягиваю, то есть, есть продукт, мне сейчас нужно очень, вот, как его раскручивать, позиционировать и так далее. Вы эксперт же, получается? Я эксперт. Вы эксперт и продюсер. Да, я человек оркестр. Не нужен ли вам продюсер? Нужен. Нужен. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Сейчас я, ну, вот, да, я человек оркестр, я во всем этом разбираюсь, у меня дичайшее сопротивление. Соображается, но соображается очень медленно. У меня есть управляющий проектом, то есть, мой директор нанятый, который мне очень помогает в этом всем, да, разбираться. Но и как она себя называет, и я себя называю, мы такие доморощенные инфобизнес-вумены, да. Ну, то есть, рекламу мы делаем так. Пошло! С закрытыми глазами. Вот так, держим, держим, сейчас, 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 во, все, получилось. Тут же Excel помогает, ты понимаешь, почему у тебя был результат там неделю назад, но для меня, как для эксперта, это очень сильное выгорание. И сейчас проходит вот большая игра, да, и буквально я сегодня говорила, что я хочу сесть и заняться, прям, вот, как сказать, вылизать продукт, мне хочется его сделать красивым. А нет, мне все равно еще нужно продумывать всякие воронки и все остальное, поэтому разрываюсь. Мы все про женщин, про женщин говорили. Мужчины все-таки, почему чаще начали приходить? Последние пять лет психолог перестала быть понятием ругательским. Когда я начинала вести тренинги, вообще не было понятия тренинги, да, то есть, были либо психологические занятия, либо вообще занятия по общению, не было такого понятия. Потом появились тренинги, появились психологи, но это было стыдно, ну, для мужчин так тем более, да. Когда идем к психологу? Когда есть проблемы, да, а у какого мужчины, тем более успешного мужчины, ну, есть проблемы? а еще и в личных отношениях ну то есть это надо признать поэтому я думаю что это просто мода до появилась мода появилось принятие этого поэтому ну и кроме того все равно же мужчины и женщины дружат и ко мне приходят в основном по то есть приводит женщина какого-нибудь своего друга то есть не своего мужчину а там я не знаю сослуживца брата там крестного детей говорит ира спаси его он ей душу излила она его да 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 из разряда такого вы вообще среди потенциальных обучающихся в акселераторе кого-то может общаетесь вич там достаточно сильная насколько я знаю среда сообщества до среда сообщества сильная но здесь наверное мой минус потому что я разрываюсь между меня я все так же не бросаю свои оффлайн-проекты и поэтому мне бы хотелось чтобы планета так остановилась на пару месяцев я могла прямо прямо окунуться в аксель я просто физически не успеваю на ну вот нырять в это общение сожалению то есть вы не посещаете какие-то оффлайн мероприятия только чисто по онлайна он замуницируется пару раз было скажите за какой какую сумму вы купили пакет на обучение я же девочка про деньги не спрашивают у меня ощущение что это было что-то около 300 это было 300 тысяч было там еще возможность какую-то скидку получить по моему 290 тысяч то есть воспользовались скидкой да тогда сколько стоит под именно общение с вами девушек от рукам если мы сейчас говорим о курсах да то вот курс себя любя он довольно таки доступный да он начинается от двух тысяч и заканчивается что-то около 13 до 15 12 вот так вот какие то когда цены увеличиваются докручиваете какие-то полезности давали да там есть бонусы в принципе у меня очень много уже всяких видеоматериалов до этого было где-то бонусом идет моя консультация что здесь девушки получают на курсе себя люби это они просто учатся ценить себя там и как это происходит это видео уроки которые они получают но если мы сейчас говорим о себя люби в том варианте в котором есть конечно же следующий поток я еще буду докручивать всего основных 7 уроков там есть еще бонусные добавочные каждые три дня в этом уроке есть разъяснение некой позиции ну там жизни до каких-то привычек и задание и написать написать по итогу отчет отчеты я комментирую подсказываю где и как зависимости от пакета есть еще группа в ватсапе где мы вот прям здесь и сейчас девчонки могут писать и говорить там ой там я вот так посмотрела то почувствовала что это значит да там я более оперативно отвечаю моя основная задача первое это есть такое понятие остановить бег по жизни научиться останавливаться замедляться но при этом не останавливаться в социальных проявлениях а второе это вот то о чем мы тоже говорили это простроить образ себя увидеть кем какой я хочу быть куда я живу это дает некую согласованность это дает некоторый вектор потому что большинство из нас занимаются много чем но очень разболтаны в себя любит должен появиться я чтобы себя любить вот то чем мы занимаемся курс длится примерно месяц после курса есть завершающий вебинар и завершая завершающая групповая онлайн-сессия в общем-то девчонки уходят уже закрытыми вопросами но как уходят все равно потом остаются все равно у меня еще есть онлайн-кино тренинги периодически тоже групповые сессии ну то есть это такая страна возвращаются да как вы считаете находите ли там себе новых друзей новых подруг подруги меняются качественно меняется и скорее среди подруг остаются те кто занимает активную позицию дружить у меня есть подруга которую вот когда она там где-то в сообществе я говорю вот этот пример настойчивого навязывания дружбы поскольку у меня времени не всегда на себя хватает она просто дозванивается говорит тебе нужно отдохнуть тебе нужно выйти куда-нибудь вот поэтому для приятно это приятно конечно это приятно то есть есть огромная потребность дружбы как сказать не целевой да не для бизнеса не для выгоды для того чтобы вот ну эмоционально перезарядиться то есть вас уже получается есть еще и оффлайн мероприятия которые не как бы продолжение бизнеса но уже носят такую характеристику комьюнити до объединения душевного не только для того чтобы отдохнуть но и также я думаю вы там общаетесь да у нас там практически нет бизнес ориентированного общения но она само собой получается какие вас планы на будущее в плане бизнеса мне бы хотелось построить ну такую красивую систему в которую я так условно скажу потерявшийся человек зашел на выходе вышел нашедшийся да да с пониманием кто я куда я живу если даже вот полгода назад когда я все это начинала у меня было меньше представлений я мне сложно было представить как это онлайн да нужно же в живой общаться то сейчас все больше и больше я верю в онлайн я вижу результаты я думаю что это будет несколько таких взаимодополняющих курсов и вот моя задача там ближайшем год перевести это все в онлайн сколько денег было потрачено вот именно запуск очень мало очень мало ну как очень мало первый запуск чуть ли не две или три тысячи да но это просто на аудитория последний запуск сейчас не пришли прислали по моему вчера отчеты по моим подсчетам около 50 тысяч рублей с учетом рекламы да да это вот с учетом рекламы с уже холодную аудиторию это холодно прорабатывать через какие ресурсы вот так вот вы делаете приходит человек как все инстаграм инстаграм в контакт фейсбук что у нас не туда мы нажали поэтому пока не разобрались лендинг у вас есть до лендинг есть получается сколько потоков уже завершилась вот сейчас завершается третий поток школы себя любви и еще есть один проект он у меня прошел только первый поток считай пилотный называется антиодиночество антиодиночество до принцип тот же самый то есть как формат тот же самый но вот направленность на то чтобы в голове ну вот как раз то о чем мы говорили да если там сидит антиодиночество ну вернее там сидит установка на одиночество то ну никогда не увидишь мужчину тем более не построить но человек может быть счастливым и одиноким одновременно счастливым и свободным может быть не одиноким если одиноким то он навряд ли а свободным до наличие штампа в паспорте то есть наличие вот брака это вообще не гарантия одиночество это как нехватка чего-то да то есть такой неприкаянный свобода это ну такое состояние скорее изобилия и возможности выбора тренингами я занимаюсь 15 лет вернее 18 15 женскими замужем я только шесть лет то есть 11 лет я вела тренинги это было примерно так я захожу в аудиторию так сидит какое-то количество теток пока это еще не женщины тет сколько лет замужем дети есть все понятно ну давай рассказывать и и для меня это был определенный вызов объяснять что собственно не в этом дело а уже когда я выходила замуж я мужу говорю что ты мне всю тренерскую легенду поломал что если я раньше объясняла что как бы замужество не сама цель то потом была волна типа ну конечно ты же замужем тебе легко говорить немножко другие аргументы пошли и другие позиции но все равно и я же уже другая у нас есть добрая традиция или наверное уже повествовал не поведал не поведал не поведать давай сейчас поведай что тебе хочется у нас да есть действительно добрая традиция дарить нашим зрителям кто нас смотрит какую-то скидку на ваши курсы мы должны сейчас определить с размером этой скидки временем который с которым она будет действовать после выхода этого видео то есть воспользоваться они могут ей и какой-то промокод придумать для того чтобы люди могли воспользоваться а это обязательно скидка или это может быть просто подарок у меня есть есть любимый формат тренинга который я веду это фильм с комментариями мы смотрим фильм вот прям смотрим фильм я его останавливаю как я люблю говорить мы очень жарко обсуждаем ошибки героев конечно же мы в жизни так не поступаем вот и я с радостью по промокоду подарю просто просто подарю одну из записи такого кинотренинга промокод люби себя да отличный промокод в течение какого времени будет действовать промокод давайте месяц отлично спасибо большое за интервью было очень насыщенно и приятно сразу чувствуется то что психолог умеет настраивать располагать аудиторию что вот эти вот парней операторов что нас как ведущих к себе и очаровать да а профессионализм чувствуется и очень здорово то что человек такой осознанно подходит к своей жизни и учит людей этому же это к тому что она ведь ну все у меня утрела семья я уже не могу там скажем так и столько времени уделять своему бизнесу и просто хочу немножечко переконструироваться знаешь не выгорание вот не та самая история распространенная а про то что просто совершенно спокойно разгрузить себя очень понравился ее легкость в плане именно настройки таргетинга ну это нельзя это везение да ну можно так это назвать что они что там сделали потому что потому что мне кажется 90 процентов людей с этим огромные проблемы они меняют таргетологов они не знают как настраивать рекламу приходит не того целевая аудитория здесь же все до глаза закрыли кнопки нажали поехали о получилось это прямо круто ну да но ребят сразу мы хотим сказать то что это не у всех так получится вы можете слить свой бюджет и ничего из-за этого не получить если у вас нет конечно же своей целевой аудитории нет уже подогретой аудитории точнее неправильно выразился и сам главный выбор ниши да понятно что выбор ниши пришел из основного бизнеса но тем не менее это очень обширная большая аудитория у всех есть проблемы некоторые до боятся как идти разговаривать к психологу но тем не менее мир меняется людям нужна поддержка помощи поэтому я думаю что ее аудитория будет только расти классный афоризма у нее вот зацепил бег по жизни стирает чувство бога мне кажется это очень важное правило которое нужно использовать то есть не выгорается выгорается к выгоранию приводит ну и про комьюнити тоже один очередной полезный совет они вообще в китай летают в грузию ездили и вот у них уже испания предстоит очень здорово и мне кажется это еще больше располагает людей нежели просто по бизнесу или там закрыть все проблемы